Всем привет! У нас сегодня видео будет в такой необычной обстановке, и я вообще в принципе уже снимала в этой необычной обстановке, но немножко не такое видео. Видео будет у нас с ответами на вопросы, так как у меня сейчас не особо-то есть время садиться и как-то красиво рассуждать и беседовать, то, извиняюсь, будет всё обстоять вот так вот. Я проснулась, проснулась я давно, как меня задолбал этот шум в камере. Я надеюсь, он не слишком громкий и не слишком напрягает. Только сейчас пришла умываться, делать все дела, потому что я обычно просыпаюсь и сразу занимаюсь какими-то творческими делами, вообще просто делами, а потом уже всем остальным, всей своей остальной жизнью. Сегодня я не буду ныть по поводу своего самочувствия, потому что я уверена, я уже всем надоела с этим, никому уже не интересно. Я, кстати, вчера ещё головой ударилась, причём два раза. Один раз сюда, дверью от полочки заехала себе, и один раз вот сюда. Не знаю, видно, не видно, красное пятнышко. Да и в жизни его еле видно. В общем, но припухлость есть небольшая. Ударилась я об угол шкафа. Как бы, да. Умываюсь я, кстати, сейчас... У меня челлендж месяца или месяц челленджа. Я умываюсь тупо метиллярными водами, разными, неважно какими. Чисто ими умываюсь, больше ничем. И, честно сказать, у меня кожа даже лучше стала. Относительно, конечно, это всё, но мне кажется, лучше. И да, мне задали один такой вопрос. Вопрос был такой. Веришь в Бога? Как относишься к религиям? И относишься ли к какой-нибудь из религий? Можешь ответить на этот вопрос. Я не хочу затрагивать ничьи чувства. Моё отношение к чему-либо никак не относится к отношению в общем мироздания. Это не значит, что весь мир так считает, что я пытаюсь провоцировать, что я пытаюсь опровергнуть что-то. Я высказываю свою точку зрения и говорю то, как я живу, допустим. Это такая ремарочка. Верю в Бога, но не поклоняюсь Ему. Я верю в Бога в душе. Мне когда нужно помолиться, я это делаю. Я никуда, ни в какие церкви не хожу. Мне хватило одного раза, когда я пошла на Троицу, по-моему, или когда-то куда-то уже особо не помню. Там пьяный поп был, которого водили под руки два каких-то амбала и помогали ему, направляли руку, чтобы светить яйца и паски. Зачем туда ходить? Объясните мне. Посмотреть на пьяное не пойми что? Я никого не хочу оскорбить, но это ненормально. Я не навязываю никому ничего. Я не считаю, что что-то правильно. Я не считаю, что вера правильно. Я не считаю, что не верить это тоже правильно. У каждого своя правда, у каждого своё правильно. Я говорю, как у меня. Я не верю именно в той мере, как верят многие. Это ходить в церковь, это молиться там постоянно стоять, это постоянно вкидывать туда бабло, это смотреть на этих пьяных, сами знаете кого. Я не считаю это для себя нормальным. Пусть остальные делают, что хотят. Мне просто параллельно. Я верю в душе и всё. Мне этого хватает, мне этого достаточно. Верю ли я вообще в существование Бога? Ну раз я верю в душе, в Него, значит я верю в общем в Него. Но не в то, что нам пытаются навязать через Библию, через книжки всякие, всякую макулатуру. Я не в это верю. Я верю в то, что Он просто есть, Он просто существует, что-то делает для нас. Мы живём не просто так, как бы, да, вот родился, прожил, вообще просуществовал, не пойми как, и как бы умер. Я считаю, что всё не так. Мы каждый для друг друга созданы, чтобы кто-то кого-то куда-то направлял. Потому что те люди, которые встречаются мне на моём жизненном пути, они меня где-то чему-то научили, куда-то направили, да. То же самое и я. Я кому-то когда-то попалась на каком-то жизненном пути и внесла вот эту последнюю каплю, которая стала решающим моментом в чём-либо. Это не важно, может быть, даже в мелочи какой-то, не важно. Мы каждый для друг друга что-то дозначим. Пусть даже мы не понимаем, именно не осознаём стопроцентно это, но так оно и есть. Ну, как по мне. По поводу религий, как я к ним отношусь, потому что религий у нас разнообразное количество, по мне бы это что-то ненужное, вот честно. Но людям в какой-то момент просто, наверное, стало легче. Знаете, как вот придумали, к примеру, там, православие, да. Кому-то это православие не нравилось. И кто-то придумал что-то своё. Ну, вы понимаете, да, как бы. Кому не нравится православие, тот верит в что-то другое. Если вам не нравится что-то другое, вы верите во что-то третье, правильно? Людям в любом случае нужно во что-то верить, да. Просто есть здравомыслящие люди, которые верят в то, ну, так сказать, в реалии, да. Они верят в реальность какую-то. Пусть, да, я даже верю в Бога, но я его не отождествляю именно с чем-то всесильным. Больше, наверное, духовным чем-то, вот. То, что даёт нам понятие, принятие, то, что даёт нам смириться с чем-то, то, что даёт нам понимание. Но я не верю в то, что, допустим, ну, Бог там может излечить болезни или ещё что-то. Мы своей верой, в которую мы верим, через то, что мы верим в Бога, мы сами себя излечиваем. Не раз уже говорилось о том, что вера — это самое сильное, что есть у человечества. Не будь веры, не было бы много чего в жизни. Но, опять же, это противоречия какие-то. И стопроцентно утверждать, что это есть, либо чего-то нет, тоже невозможно. Я, допустим, в один прекрасный момент просто захотела понять, есть ли на самом деле то, о чём нам говорят. Написана Библия, написано много книг о похождениях Иисуса, да. Но правда ли это? Вот о чём я. Я не ставлю под сомнение, но просто вот подумайте. Вы не видели этого, вы не знаете. Если я сейчас напишу какую-то байку, да, о том, что жила некая Полина в каком-то 2017-м, и она излечила там кому-то что-то, я не знаю, мозоль, например, да, и всё, о боже, о боже, через тысячу лет, через две тысячи лет, если эту байку раскрутить, да, сделать таким неким трендом. Опять же, я не намекаю ни на что, и утверждать я не собираюсь, но сам факт. Многие считают, что какие-то догадки не имеют места быть в любом каком-то деле, потому что это догадки. А вот чьи-то теории ранее доказанные, чьи-то утверждения ранее, которые озвучены какими-то поэтами, неважно, какими-то физиками, химиками, это вот именно взаправду. Но в то же время можно опровергнуть и всю эту взаправду, если так подумать, правильно? Если так подумать, то можно опровергнуть вообще всё в нашем мире. Можно поставить под сомнение всё. Нужно ли вам это? Если вы верите, если у вас есть вера, это очень хорошо, когда у человека есть то, во что он верит. Кто-то верит в себя, в свои силы, кто-то верит в своих родителей, кто-то верит в Бога, кто-то верит ещё в кого-то. Это неважно, не нужно рекламировать это, как у нас сейчас очень реально начинают рекламировать всё, что у нас есть, всё, что у нас существует. Зачем люди и так об этом знают? Я не знаю, донесла я вам свою позицию или нет, и вообще не знаю, выпущу я этот ролик или нет, потому что его могут забанить, его могут отключить у меня, меня могут забанить, могут канал удалить, потому что я знаю, что в России к этому относятся прям очень жёстко. Но когда у нас высказывание своей личной точки зрения стало преступлением, я лично не понимаю. Я никого не агитирую, не верить во что-то. Я говорю то, как я к этому отношусь. Да, пишите свою точку зрения, напишите, верите ли вы в Бога, и к какой религии вы относитесь, какая может быть вам больше по душе, потому что мне никакая не по душе. Религия — это своего рода как уклад в семье, традиции какие-то. У меня были традиции в семье, они и есть. Это празднование всех православных праздников, это исполнение всех вот этих православных канонов, я не знаю, как их назвать, уклада этого. Но я в какой-то определенный момент, когда выросла, я поняла, что это не мое, мне это не нужно. Я не хочу ходить в церковь, разбивать себе лоб по пол, молиться там, ставить свечки. Вообще само действие несет за собой что-то или нет? Я вообще не ходок в церковь, как вы понимаете. Я ходила один раз в жизни с мамой на какую-то службу четырехчасовую, отстояла там первые, помню, два часа, я просто думала, умру, все. А я была ребенком, мне было там, я не знаю, года четыре, может, пять, как-то так. И после этого, ну, как бы, извините меня, это прям вообще издевательство просто. А потом просто со временем, когда у меня случились какие-то очередные трудности в жизни, я пошла ставить свечку в церковь и увидела все то, что мне не очень понравилось. Это платные услуги, платные молитвы, все платное. Где у нас какой-то бомж, которому плохо, да, и он может найти душевную отраду, только придя в церковь и просто посетив ее, посидеть там, да, помолиться, осмыслить жизнь. Где у нас это? Да нигде. Потому что так он, да, прийти придет, но свечку он поставить не может, потому что за это нужно деньги заплатить. Да и вообще молитву какую-то, чтобы заказать, нужно тоже деньги заплатить, как бы. Короче, это все попахивает не очень хорошими делами. Я не настаиваю ни на чем, опять же не переубеждаю никого. Я говорю то, что я видела. А потом еще я просто увидела вот этого пьяного служителя церкви, так сказать. О, это вообще, ну как бы, сами понимаете, да, вера пошатывается вообще во все это. Вот. И да, у меня был неудачный опыт, но это не повод там разувериться вообще. Если ты веришь, то ты будешь верить, то ты будешь беспрекословно этому верить, не важно, кто что тебе говорит. А мне никто ничего не говорил. Просто сами все показали, как бы, не скрывая, люди уже не скрывают, понимаете, служители церкви, мало того, что их вообще до этого, ну не очень любили, так сказать, да. Почему? Потому что все считают, что они живут за счет казны, они дома себе покупают. Но это не секрет, правильно? Это не секрет. По телевизору каждый раз в новостях об этом что-то договорят. Почему я не могу сказать об этом? Ну это же нормально, правильно? Раз они считают это нормальным, выпячивать это все, рассказывать все, показывать, да, что они живут за наши деньги, так сказать. Получается, эти деньги не отдаются нуждающимся, и не ремонтируются церкви, а просто вот, как бы, служители церкви едят, живут, и как бы радуются за эти деньги. Мне не завидно, пусть как бы, ну, живут, как хотят люди, но не нужно тогда кричать, что вера чиста, вера там еще что-то, и мы должны верить, иначе без веры никуда, да, без веры никуда, но она у каждого может быть своя. Вот и все. И в этом преступления, я считаю, никакого нет. Если правительство хочет, чтобы больше было верующих, потому что на верующих, знаете, можно, верующим их легко управлять, любую малейшую веру добавь к политике, все, эти люди ваши. Самое вообще, знаете, важное, это то, что на ютюбе, да и вообще, в СМИ публично табу вообще обсуждать политику и религию. Поэтому все вот эти вопросы, которые вы задаете, это все компроментирует нас, людей, которые, может быть, не ведутся на всеобщую хайли. Я лично человек, который обжегся один раз, два раза, три раза, и я думала все время, ой, ну, ну, это просто вот истечение каких-то обстоятельств, это человек такой, вера здесь ни при чем, но, понимаете, ну, вы же, ну, служитель церкви, правильно, вы же праведный человек, вы же за, за это, не то, что даже боретесь, вы это пропагандируете, вы это проповедуете, но показываете иногда обратную. Как бы вот такие вот дела. Так, я готова, и мой вопрос, и мой ответ подошел к концу. Я надеюсь, я ничего такого сверхъестественного и противоестественного не сказала. Я постараюсь вырезать все, что может скомпрометировать кого-либо, но если скомпрометируют кого-либо даже минимальные какие-то высказывания, то уж сори, обращайтесь к себе. Я высказала свою точку зрения, вы можете считать как хотите, но если вы адекватный человек, то можете высказать свою точку зрения так же, как и я это сделала, и это не будет казаться чем-то противоестественным. Ну, а я с вами прощаюсь и пока-пока!